мир вам Игнать Тихонович с миром сестра Елена Александровна у вас целый арсенал я смотрю оборудование это микрофоны да ваши ну да и камера и все у меня тут есть в общем у меня такой вопрос да на той неделю назад вы наверное видели собрание в Барнаульской общине там Марина Геннадьевна выступила сказала свое слово ну как она там что-то видит что-то чувствует я там как я слышала ее слова тоже попыталась объяснить в содружестве в интернет-содружестве сообщения писали вот а вы нас можете рассудить там кто прав кто никто и вообще что для вас община вот для вас лично что такое община вот об общине рассказать вот такие вопросы которые настолько понятные живем я все общие вот мы идем до двое в дороге а если бы один был как а если бы было пятеро как а тут не просто как-то с кем-то идешь а люди которые единомышленники это как верующая церковь тут не надо даже говорить о семье в семье разное бывает отца церковь одинаково верующих в Бога я ничего не вижу что из-за чего даже разговор то вести я прослушал всю ее от корки до корки и она сказала сказала как она понимает и я вообще никак не отреагировал на это ничего не она не отняла ни у кого сама она ни на одной молитве не была она не знает и поэтому к ней какой-то вопрос надо то что она еще хоть приходит то есть слава Богу она и говорит он ей поставил вопрос он его обращал когда она прилетела и узнала что он обратился с бородой он говорит или ты со мной идешь или езжай обратно в Магадан она говорит у меня не было в дни рождения никакого она сама это говорит ну и какой вопрос я это воспринял так что накопилось у нее она это сказала мы а что у нас общего с такими-то людьми там с мусульманами с буддистами златоуст прямо говорит земля одна солнце одно вода одна что нас объединяет Адам с Евой а тут главное в одной общине и кто назвали братья и сестры за счет цепляться то вот она где-то побыла бы здесь никто не знает что она сестра и сестра ли она она сама не знает то и поэтому я ее разбирать не ех и не хочу никого никак то есть обыкновенное собрание обыкновенное выступление ничего нигде нету никто не не упал нос не разбил чего же я буду тоже разбирать это я на такие вопросы внимание не обращаю а вот которая Ольга приехала мать и на ее там вот так так решили тут можно уже подумать я сейчас письмо пересчитал Вячеслава ошибки убрал все это выправил ну и сейчас напишу ему что можно отослать будем молиться об этом но только послать тот вариант который я ни одного слова не убрал ни одного не добавил ну просто грамматически подправил и все письмо в защиту Ольги да ну да получается так но Ольга то из-за меня это значит и меня касается ну а мне что я каждый день человек 20-30 блокирую десятки тысяч наверное заблокировано давно уже было 32 тысяч я заблокировал самое простое вот крот куча навалил и прямо возле конуры и даже чашка которая у собаки он ее завалил там это и я утром пошел такое дело поставил капкан тоже поймал его вытащил его а он давай ритмору но в капкане это а шарик когда привели его шарик то он сразу хоп по половине ты сразу прокусил он готовый но это был отдал его ему а он его к себе затащил где отдыхает и зарыл его спрятал на черный день ну и которые враги они говорят смотри как бедно живут кротов ловят едят ну что попало пишут вот в одном месте я показал как хорошо в деревне когда у тебя все свое и близкие люди друг другу уже больше миллиона наверное которые смотрят они те же они те же всячески оскорбляют то другое что вас чашки там наплевать там всякую гадость но я бы я ни разу не ответил я только блокирую они опять вылазит как черт из табакерки ну и все ну и нет и нет я каждый день выкидываю их в черный список заношу на любой ролик какой бы он ни был там даже говорить не надо мне сообщила усатая это наталья это окажется который у меня выходят ролики и те которые не другие здесь они там вас горит вдоль и поперек и по диагонали соня только не делают пишет конца края этого нет это сейчас видимо ли то начинается звонок идет ну и вот такое дело 8 часов так еще вопрос какой это целый малая церковь это церковь община то а церковь для чего христос основал церковь это его невеста вот так и назвал ее церковь этот дом верующих где мы приходим едиными мыслями вместе вот 14 15 13 14 главы первое послание коринфянам там первые 11 об этом павел все подробно говорит для чего нужно это но для чего это в любом вопросе так можно поставить маде и поэтому делимся талантом друг с другом какие у нас таланты есть вместе мы молимся а зачем ученикам было вместе собирать так мы можем конца края не говорить зачем община нужно для жизни христос всей жизнь он как курица собрал от птенцов мы как кисточки винограда ягодки одна с одной рядом а зачем мы интересно на этот пятнадцатую главу евангелия от я на на экзаменах написал марк карл маркс пятерку получил если хотите я вот это поищу найду сочинение он когда писал ну вот и для чего это все нужно этот вопрос даже кто не пережил не знает и я не знаю как это задавать вот в одном месте жил один теперь два три пять и все одинаково вместе ходим с церковь идут занятия у нас каждое воскресенье а для чего для жизни христос жизнь я пришел собрать рассеянных овец мы овцы а овцам зачем в одном табуне быть не табуна а тара ну затем чтобы спастись но все они никогда не пережили ничего им не нужно вот возьми который там молодняк весь в один день а сигнули и все вылупились а разогнулись а уже деньги показывают но я их обсуждать не буду я знаю они никогда не были рожденные ничего не не знали христа не полюбили это все временное мгновение и уже все на той стороне может только плакать о них они такие ушли которые из общей да как бы я ушел куда когда здесь все свои надо поговорить поговорили решить надо вот вячеслав написал об ольге а община нету и ничего вам и она не приехала с митрополитом с епископом не встречалась не причащалась про нас и не знает ничего вячеслав вот нас мертвая где двое или трое собраны во имя мое там я посреди них двое или трое а четверо тем более а 40 еще тем более вот и все вот община была у анфима не комедийском 32 тысячи и все возошли на небо никто не бросил уговаривали всех там рядом жертвы стоит на улице мясо куски выйди на положено жертвы и иди домой никто больше тебя не тронет ни один не вышел и все сожженные были в два приема ну и что это так мы знаем по священному писанию поддерживали друг друга возвращались собрались все вместе павел стал говорить что с ними бог сотворил там ефтих из окна вывалился и петр также как так а нет это большая разница если только разрешается в первую очередь где что коснется когда-то у вас вы где собираетесь мы официально зарегистрированы домки мы ходили любовь николаевна водила все по этому дому сейчас стали там убирать так где до дома то а нам ответ пришел принятого внимания то есть там там указали выпала знаете что там написано нами было какие документы ну вот все а ничего бы не было ничего и не было мы как раз ходили в на новый адрес перевели вторая строительная была а там все снесли а теперь мы и на ползунова сделали документы за это платим все же нет это государство кесарева дай кесарю нам это не не вредит никак а наоборот помогает а которые были баптисты они там отделенные и сейчас не регистрируются и поэтому выступать от имени церкви община они не имеют права никакого а мы официально говорим у нас священник место все зарегистрировано к нам претензий никаких нету и глава кто министерство юстиции тут называются то там вот маковеев валерий иванович фамилия то какая маковеев он был здесь вот волобоева марина маратовна она завкафедрой по от и по веры там как-то там такое название хорошая такая какая полу татарка или кто и она у нас была мы советовались там чтобы был когда у нас тут казус один серым монахом на фанаилом ну да ну защита защита у нас господь нас делает а зачем в города собираться зачем вот так конца края не будет рыбачить легче вот допустим с книгами я вам сказал и все я уже не не касаюсь там вы так я хотел сказать вы мне пришлите к истину православию которые отсылали которые напечатали отсылали она же у вас в руках я вячеславу сказал он как будто бы у него даже нету мне пришлите ее сразу же вы же отсылали у вас копия вот такую штучку напечатаны 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 к истину православию закладки вам прислали нет ну что напечатали что в него вошло между корочками вот это вот содержание нет не только текст текст там мы же добавили то почти на половину больше стало мне нужно между корочками все к истину православия год издания и что в конце написано мне все это пришлите книга который вы отдали печатать все они картинки ничего не надо ну вот так а вот общины были бы не мощи с вами не встретились выйти бы то другое не знали теперь знаешь о чем молиться как значит тут бы и дарьи не было и андрея не было и помощи не было и это я даже опасался лариса сухоплюева то а она тут так понравилась и у нее хорошие отношения были с дарьей и со всеми вот и возьми а в общинах это все это семья большая когда сидят за столом лежу на над задним столом 19 мужчин сидит ну а то и помощи радость он сейчас приехали помогли выкопать все я там говорил про черноплодную рябину то если нужно еще берите мы еще привезем 6 ведер я я собираю тут каждая ягодка больше никто не брал я настолько люблю такие вот такой труд я могу это для меня пасть посильная и я очень люблю это ну это то да да не мы привезем еще четверг мы выезжаем если господь благословит если не будет препятствия в погоде пока не говорят хорошая погода будет но сейчас все это подготавливаем и сегодня была у меня проповедь ага общины не было где бы я сказал а где бы уверовали а сколько уверовала новых людей вот сегодня только одна забила вы мой духовный отец у него у меня не ладится то другого я должен дать ей задание что нужно делать а в общем это семья большая большая семья стеснение в воротах города не побоится писал себе какие книги то книги то какие семитомник то его в руках боязно держать да конечно как это одна посылка тяжело ну вот ну смотрите как и теперь нужно нам как-то накопить там продавать что-то можно чтобы издать ответы во свете святой библии над этим работают уже уже корочки сделала я посылал вам какие красота это вот николай стуканово 70 килограммов стукановым ушло книг всяких разных оплачено все все видео но теперь я только приеду в пятницу это четверг а пятницу думаю позвоню уже в краевую библиотеку шишкова барнауле и я на 3 библиотеки это главное которая библиотека ленина создается центральной библиотекой российской федерации депутатская и историческая и лемеш туда уносит а за то что он у меня помогает я ему подарила сразу четыре вот сказали надо и к ирине там это 5 вам надо тоже дарю но тоже я посчитал где-то тут батюшки игорю подарил устину подарил но нам-то надо возвращать а умножь все это на 16 600 цифра то куда уже пошла это уже за за 300 тысяч по шагу а шагает поэтому продавать только продавать ну который помогал или не может возможности вот посылали кому-то мужины вот она получила екатерина стихотворение там написала тоже перед переезжали там все и такое всегда спрашивайте такого можно или нет нет значит нет попросили там еще одному человеку вот я посмотрел это же отдал бог пошлет теперь меня все время на на памяти которые из эстонии присылал деньги найти его послать но только надо через кого-то который имеет ну кто у нас там бушила или кто такой обязательно его наградить надо потому что он заслужил это и накапливать надо на беже и вячеслав примерно прикинулась и вот так по 1312 страниц будет каждом это будет 10 томник это последний для слова божья нет уз одна книга и все все что нужно было мы сделали вот стихотворения какие берете ведь у нас вышло вы где берете эти стихотворения мои в четырехтомники сайта сайта беру и в четырехтомники нахожу а потом на сайте нахожу и скидываю значит мне скинетесь сейчас кисть в православию которые отдавали на печатание вячеславович это то ли нету то ли там и неисправлено что-то так еще что он может быть слава иисусу христу с богом спаси христос благодарю